Удивительно, но факт. Провинциальный Симбирск стал родиной двух председателей правительства российского государства в самый критический момент существования страны. Именно о них шла дискуссия на кругом столе Ленина и Керенский «Мифы и реальность», который прошел в музее Симбирской классической гимназии в рамках грантового проекта «Симбирский разлом. Люди и судьбы». И в чем, собственно говоря, величие Ленина, что отмечали все его политические противники, он единственный, практически единственный в 1917 году не шел за обстоятельствами, которые складывались, и вот эта вся пестрая картина всех тех событий, которые происходили, а он сам стоял во главе этих событий, сам создавал обстоятельства для того, чтобы прийти к власти. Точки зрения о лидерах двух революций существуют разные. Так на кругом столе прозвучало мнение, что Керенский вовсе и не лидер февральской революции. Насколько я знаю, Сан-Федорович Керенский был министром юстиции в первом составе правительства временного. И там были совершенно другие лидеры, которые возглавляли процесс в тот период. А Сан-Федорович запомнился только одним. И благодаря Сан-Федоровичу мы получили всех террористов, террористов и, так сказать, Владимира Ильича Ленина, я к террористам не отношу никаким образом, просто в Россию, так как он подписал указ об амнистии политических заключенных и развязал, так сказать, руки этому движению. По мнению профессора Педуниверситета Валерия Романова, Керенский был обычным политическим демагогом, а Ленин – выдающимся стратегом и тактиком. С этими точками зрения можно не соглашаться, можно спорить, конечно, опираясь на факты и документы. Но, безусловно, оба они оставили свой след в истории. Ирина Антонова, Новости Ульянской правды.